Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим об инженерно-технологическом лицее, который работает в городском округе Люберцы. И тут произошли разные организационные изменения. Поэтому представляю вам Александра Александровича Игнатьева, директора инженерно-технологического лицея, и Светлану Викторовну Скороходову, руководителя дошкольного отделения инженерно-технологического лицея. Александр Александрович, звучит это, конечно, глобально красиво – инженерно-технологический лицей. Во-первых, когда он появился, почему такое название, и что там сразу инженерами становятся, сразу в высшую школу уходят? Или это школа, которая с таким инженерным уклоном? Ну, инженерно-технологический лицей – это своего рода уникальная образовательная организация, поскольку дети уже с пятого класса начинают учиться в предпрофильных классах и получают углубленные знания по ряду технических дисциплин. Это информатика, физика, математика. То есть почти даже чуть-чуть из высшего попадают к ним какие-то такие… Ну, пока на уровне среднего образования, вот. Расследовательная версия. В 11-х классах, да, уже дети начинают учиться в профильных классах с инженерно-технологическим уклоном и с предпринимательским уклоном. Но, опять же, применима к производственным предприятиям, к промышленным комплексам. Лицей взаимодействует с ведущими вузами технического профиля. Это и Российский государственный геолого-разведочный университет, это Московский авиационный институт, Московский энергетический институт. Звучит, звучит. Педагоги этих вузов проводят уже, начиная с 10-го класса, занятия по профильным дисциплинам у детей, и тем самым подготавливают их к успешному сдаче и ЕГЭ, и получению первых навыков по работе в смежных отраслях. Правильно я понимаю, что это не просто мастер-классы, да, один раз приехал, что-то рассказал, показал, а это прямо уже такая… Системная работа. Комплексная, которая выстраивается и уже в рамках внеурочной деятельности, и в рамках расписания учебного на еженедельной основе. При этом у нас есть отдельное направление, которое занимается развитием навыков и участием детей в национальном чемпионате молодые профессионалы. Это новая достаточно, как сейчас модно говорить, профессия будущего проектирования нейроинтерфейсов, когда дети с помощью 3D-принтеров печатают вот в этом году по заданию разные экзоскелеты, насыщают их датчиками, моторами и программируют их с помощью электродов под управлениями нейроинтерфейсов. То есть эти руки начинают взаимодействовать с человеком. Тем самым мы головным мозгом управляем этими экзоскелетами. Причем эта деятельность начинается… Почти те, а-ля «Терминатор» такой небольшой. Да. И это деятельность у детей уже с 7 класса начинается. Я бы с удовольствием сам в этом получался, даже в таком возрасте, честно говоря. С 7 класса, да? То есть уже… Но это же серьезный вопрос, этому уже учат многие аспекты даже в высшей школе. Тут мы пошли вперед, и на самом деле проектированный нейроинтерфейс только с этого года появляется в высшей школе, а мы уже второй год занимаемся подготовкой детей по данным направлениям. Два других направления связаны с нашим партнером. Это вертолеты России, хоудинг, которые помогают нам готовить узкоспециализированных кадров по специальности оператор-сборщик летательных аппаратов и оператор по управлению беспилотными летательными аппаратами, что сейчас является вообще очень актуальным. Номер один, фактически. Номер один. Сейчас я хочу просто, чтобы Слава Никтона тоже поучаствовала, что я вижу, что все хорошо, работа интересная, и я сам представил себе, как это все конструируется. Слава Никтона, вы руководитель дошкольного отделения. Мы уже поняли, что, как сказал Александр Александрович, уже седьмого класса у вас, мягко говоря, уже высшая школа начинается по некоторым направлениям, потому что я сам учился много и знаю, что иногда в некоторых вузах очень, только со второго курса ты начинаешь ощущать, что что-то такое серьезное. А на первом там еще все немножко школой пахнет. А у вас уже как бы такой серьезный подход. У вас дошкольное. Тут, я так понимаю, мы выяснили, что это из детского сада превратилось в дошкольное. Вот расскажите, что произошло. Как вы стали тоже структурой лицея? Процесс реорганизации произошел. И мы очень рады, что мы стали частичкой лицея. Прислонились. Конечно. Я скажу больше, что мы, вот Сан Саныч начал эту тему, мы являемся участниками кластера непрерывного образования, то есть начиная с дошкольного образования, потом школа, да, дальше у нас идут... ВУЗ, который... Да, профтех, и профтех. То есть в дошкольном отделении детки занимаются конструированием, робототехникой. Да, мы у детей повышаем интерес. И навыки. И навыки, да. И компетенции, как сейчас говорят. Да, да. Детям это очень нравится. И продолжение они уже получают в этом направлении в лицее. Ну, тут есть один вопрос, который сразу хочу задать, чтобы мы на него ответили. Потому что, ну, я вот, например, когда учился, я всё через себя, ну, я же ведущий, я прекрасно помню, что мне нравилось и конструктором заниматься, ну, и там на гитаре поиграть. И вот если бы стоял выбор, у меня бы начиналась некая такая физика и лирика. В общем, так и получилось по жизни, потому что я и по первому образованию инженер-электрик, физик, по второму я театральный институт заканчивал гитинс. И вот получается, что два абсолютно разных направления. Ну, в нашей жизни так это существует. Вы говорите о том, что ребёнок, поступая в дошкольное учреждение, в бывший, да, условно-детский садик, он идёт по вот этой дороге. А если он на каком-то пути, ну, вот даже когда все уже вокруг всё делают, и вы создаёте для этого условия, мы это видим, ему кажется, что он не туда попал. Он может как-то выпасть из системы? Или он уже вынужден идти до конца? У нас не узкое направление. В детском саду очень развито, в дошкольном отделении, да, очень развито дополнительное образование. То есть у нас это и хореография, и спортивное направление, бассейн, художественное, театральное студия. То есть если у человека вдруг появится такое, то он может... То есть не обязательно его заставить сделать инженером? Вот это меня волнует. Потому что есть гуманитарный склад ума, всё-таки это уже почти доказано, а есть склад ума инженерный. И, конечно, если инженерный склад ума вдруг в нём в гуманитарии побеждают, ну, мы потеряем, может быть, какого-то... Но когда кого-то заставляют, наверное, это тоже сложно. Поэтому, наверное, всё-таки принимают решения родители вместе с ребёнком. Но, возвращаясь, Сан Саныч, к вопросу о выстроенности, насколько долго, я так понимаю, что это достижение, что у вас появляется такая первая ступень перед лицеем, да? Вот как это сейчас работает, чтобы наши родители, телезрители, они же родители, понимали, вот у них сейчас детки готовы, например, они там подходят уже к возрасту детсадика, значит, могут прийти к вам уже и начинать этот путь. Что нужно сделать? Как это работает система? Ну, во-первых, тут нужно понимать, что реструктуризация, которая происходит с объединением детских садов и школ, во-первых, даёт возможность привлекать, ну, не могу сказать, что дорогостоящих, но высокооплачиваемых специалистов в области именно дополнительного образования, потому что школа имеет больше финансовый ресурс и кадровый потенциал с точки зрения именно прикладных специалистов по дополнительному образованию детей. При этом мы, расширяя границы и получая структуру именно дошкольного образования, интегрируем в неё кадры, которые сейчас взаимодействуют с лицеем. Это и университетские кадры, это и сетевое взаимодействие с центрами дополнительного образования, центра молодёжного творчества техношколы, которые находятся на базе городского круга Люберца. Это взаимодействие с профтехом Люберецким техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина. И, соответственно, пул дополнительного образования творческих кружков и секций, он расширяется. Тем самым мы же не говорим о том, что в инженерно-технологическом лицеем должны учиться только инженеры. Нет. Эта фишка, скажем так, даёт в первую очередь детям преимущество на более глубоком уровне изучать технические дисциплины в первую очередь, потому что сейчас компетенций и специалистов этой области достаточно мало. Мы, привлекая к себе лучшие кадры, даём возможность с детям получать знания и навыки на более углублённом и профессиональном уровне. Которые потом им помогут в жизни найти своё место. Безусловно. То есть они будут востребованы. И неважно. Я могу стать врачом. У меня также изучается курс химии, курс биологии. Но я могу при этом почувствовать метапредметность некую, где пойти немножечко дальше и стать, к примеру, кибернетиком в связке химии, биологии, информатики и технологии. Тем самым занять узкую, высокооплачиваемую профессию в будущем. Ну, я вот тут сразу же, я же не просто так рассказал историю. На мой взгляд, у нас был очень серьёзный факультет и так далее. И так получилось, что мы попали на 90-е годы, на такую ситуацию. Но, тем не менее, это система знаний. То есть система знаний высшей школы, она тоже важна. Поэтому огромное количество людей, которые обучались, казалось бы, таким сугубо техническим профессиям, склад ума позволил им и в гуманитарных структурах, в гуманитарных профессиях добиться неплохих успехов. Так что всё зависит от того, как выстроено образование. А тут просто понимаешь, что оно ещё более сконструировано. Обычно как было? Ясли отдельно. Ну, иногда ясли сад. Более-менее связанная структура. Потом школа совсем отдельно. Что там было? Забудь, что было в детском саду. Тем более для ребёнка это всегда немножко изменение. Всё-таки садик – это больше развлечение. А тут что-то надо делать. А как делать? Мы же привыкли. Потом начинается, если профессиональное техническое образование, там свои трудности. Мы помним это ещё со времён позднесоветских и на ранней истории современной России, когда считалось, что там отдали, лишь бы по улице не гулял. Было же такое, чего же там греха ты. И высшая школа, которая тоже была. Обязательно, вот неважно. То если мы выстраиваем систему, то ребёнок, конечно же, может с помощью плюс родители, они же всё время контролируют, выстроить её. Вот теперь возникает такой вопрос. Насколько сегодня, тем более вы правильно сказали, Александр Александрович, это же прям название профессии, которая в воздухе витает. Насколько сегодня есть запрос у родителей, которые к вам приходят? Как у вас проходит набор? Есть ли какой-то конкурс? Как вообще стать вашим учеником лицея, учащимся лицея? Здесь несколько аспектов есть, поскольку действуют регламенты, они областные и распространятся на все образовательные организации. Приём детей в детский сад проводит управление образованием городского округа Люберца по закреплённым территориям. То есть все жители микрорайона, которые находятся у нас в рамках детских садов, по закреплённым адресам имеют право преимущественного зачисления в детский сад. Вот сейчас вы, Александр Александрович, остановитесь во второй части. У нас будет продолжение по вашей части. А сейчас вопрос к вам. Александр, скажите, существует конкуренция в детских садах? Или именно в ваш хотят попасть? Вы понимаете, о чём я говорю? Конечно, существует. Да? То есть больше хотят к вам попасть, потому что понимают, что если запускать дроны, то это надо к вам идти, потому что потом к Александру Александровичу уже туда, на высшую ступеньку можно попасть. Правильно я говорю? Ну, здесь всё равно основное – это территориальная привязка. Территориальная. То есть если на вашей территории у меня есть шанс маленьким прийти к вам и научиться конструировать что-то. Сейчас сделаем небольшую паузу, и дальнейшие этапы нам Александр Александрович расскажет. Напомню, что говорим мы сегодня об инженерно-технологическом лицее городского округа Леберца. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». И сегодня у нас в гостях Светлана Викторовна Скороходова, руководитель дошкольного отделения инженерно-технологического лицея. С неё всё начинается. Маленький ребёнок приходит, и потихонечку Светлана Викторовна готовит его к следующему шагу, когда он попадает в добрые руки Александра Александровича, директора инженерно-технологического лицея, хотя он, конечно же, директор всего, всей организации. Но вот мы остановились, предположим, ребёнок поступил в садик, и всё хорошо. Дальше родители понимают, что он пойдёт сразу к вам в лицей? У него есть или есть шанс не попасть к вам в лицей? Тут, опять же, есть приоритетность зачисления детей, поскольку регламент по зачислению детей в именно школьное образование, он выглядит следующим образом. С 1 апреля запускается приёмная кампания в первый класс, и в приоритетном образе жители микрорайона, опять же, закреплённые территориально, по адресам регистрации подают заявление до 1 июля в лицей... На поступление, да? На поступление, да. После чего, соответственно, при наличии свободных мест по квоте мы принимаем дополнительно уже всех желающих с 1 июля и до 1 сентября. То есть не только которые пришли из бывшего детского садика? Конечно. То есть это могут быть ещё и жители городского округа Люберц либо близлежащих округов, в зависимости уже от количества свободных мест, которые не заняты. Чем отличается приём к вам в лицее от приёма в обычную школу? В рамках первого класса условия абсолютно одинаковые для всех детей. Приём ведётся на общих основаниях по заявлению родителей через портал государственных услуг Московской области. Ну там, наверное, места изначально нет, если человек хочет, чтобы его сын или дочка были инженерами? Или там можно как-то протиснуться? Тут момент такой, что мы откроем достаточно количества мест, и в этом году у нас было открыто 8 первых классов численностью от 25 до 30 человек. 8 первых классов А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. В каком клубе учишься? В первом З. Ну круто. Так. Есть отдельные классы. В принципе, на этом можно программу заканчивать. Есть отдельные классы. Это классы эффективной начальной школы, которые учатся по программе 1-3. Они не учатся у нас в четвёртом классе. То есть это дети, которые как вот в советское время перескакивают третий класс, ой, четвёртый класс и поступают сразу, переходят в пятый класс. Тем самым срок их обучения сокращается на один год. Вот эти дети проходят диагностику с педагогом уже непосредственно предметником и с педагогом-психологом. Мы смотрим на подготовку детей, уже освоивших навыки, чтение, письма, математические навыки и также в соответствии психологическому возрасту подготовленности именно к интенсивному получению образовательного материала. Кирилл, зная работа. Из восьми классов у нас второй год уже действует эта программа. В прошлом году также было восемь первых классов набрано. И у нас получается, что дети только один класс мы можем отобрать такой по вот... Ну это логично, да, потому что психологически это, конечно, не каждый, наверное, потянет эту историю. Ну это достаточно сложная и такая динамичная программа. И тут больше зависит даже не от конкретного ребёнка, а от нескольких факторов, ещё от готовности родителей. Ну конечно, потому что достаточно большое полматериала ложится на самоизучение, и здесь без родителей никак не обойтись. То есть родители вместе с ребёнком учатся у вас по полной программе. Хорошо. Я вот сейчас Станин Викторовичу такой вопрос адресую. Ну вот мы говорили в первой части, да, всё же начинается с вас, потому что там формирование. Один ребёнок энергичный, который, ну, лидер, да, возможный лидер, причём, ну, по-человечески лидер, другой спокойный, третий там драчливый и так далее. Ну, вот эти вот характерные истории. Это не означает, они все замечательно могут укладываться потом в те критерии, ну, наверное, не очень хорошее слово, но тем не менее критерии, которые касаются дальнейшего прохождения обучения. Вот вы можете заметить на каком-то этапе, вот этот точно в лице и пойдёт, а вот этот ещё или это? И, кстати, я так понимаю, что, наверное, все-таки мальчиков у вас больше или нет? Наверное, нет. Нет? Хорошо. Вот как вот происходит, тем более, что вы сейчас в одной связке работаете? Ну, у нас сейчас преемственность детского сада и школы. У нас педагоги приходят из школы в детский сад, да, проходят знакомства. Ну, во-первых, начнём с того, что мы в начале пути, так скажем, да, потому что всё это только вот... Только только свеженькое. Да, да, да. Ну, уже есть свои плюсы, и их очень много. То есть и дети привыкают, им уже знаком учитель, и учитель приходит знакомиться с детьми. И тут, конечно, уже совместная работа. Кто эти люди, которые готовы и, там, не знаю, и в 10-м классе работать, и потом вдруг идти совсем ещё маленький? Как это вот всё работает? У педагогов тоже есть выстроенная преемственность, поскольку всё-таки учителя начальной школы, они работают в начальных классах. Учителя средней, старшей школы работают в своих классах. И здесь для нас важным аспектом является именно адаптация детей, чтобы для них как можно меньше стресс был переходных периодов из детского сада, из дошкольного отделения в первый класс, из четвёртого класса начальной школы в пятый класс. И вот эта вот непрерывность выстраивается с помощью механизмов раннего знакомства с педагогом, ведения совместных занятий. Тем самым дети привыкают уже к педагогу, к требованиям, знакомятся, смотрят, ага, там Мария Ивановна Построжа, там Александр Николаевич. Здесь можно расслабиться, а здесь, да-да. И поэтому дети более легко адаптируются в этой среде и в связи с меньшим стрессом достигают больших результатов. При этом вот хочется отметить, что лицей работает уже четвёртый год на территории городского округа и за три года работы достиг достаточно высоких результатов. По рейтингу школ Московской области лицей вошёл в топ-100 школ из более 1200 школ Московской области, заняв в подсчётном 82-е место. Это очень высокий показатель, которого добиваются достаточно... Гадания. Да. И может быть даже не одним десятком лет... Звучит, да. Звучит. Я сейчас просто проценты высчитываю по своей первой специальности. Хороший процент, да. То есть вот это... И вот этот результат, он достигается именно командой, всей командой полностью образовательной организации. Поэтому здесь есть тщательный подход в наборе кадров, в адаптации кадров, что тоже очень важно, потому что педагоги разные, приезжают из разных регионов. У нас действует муниципальная программа предоставления жилья для педагогов, которые переезжают сюда к нам трудиться. Есть учительские ипотеки, которые также социальные, да, которые тоже привлекают. И наш регион, он с этой точки зрения, и городской округ являются очень привлекательным. Ну да, плюс Москва рядом. Всё-всё хорошо. То есть для жизни, для сил. Хорошо. Саня Викторовна, скажите, бывали такие случаи, когда родители, ну, прям добивались, чтобы... Ну, я понимаю, что, опять же, это всё только начинается, да. Вот по-другому тогда адресую вопрос. Что у вас сейчас в планах? Вы же только начинаете? То есть вы, наверное, с Александром Александровичем устраиваете эту схему, потому что вот будет у нас... Ну, даже не знаю, ну, в школу, понятно, 1 сентября в лицей. А как в садик-то набор уже постоянно, аж как-то потихонечку-то идёт? Люди-то возраст какого-то добивают. Ну, начинают записываться к вам. Нет, опять же, согласно регламенту, про который говорил Александр Александрович, комплектование заканчивается 12 июня, уже на новый учебный год. То есть до 12 июня сейчас у народа ещё есть возможность к вам записаться до следующего 12 июня? Ну, встают в очередь на госуслугах, да, и потом происходит процесс комплектования, и уже дети попадают. Хорошо. И вот возникает ещё такой вопрос, Александр Александрович, а качество же проверяется, ну, насколько я так понимаю, поступающими в высшее учебное заведение. Существуете вы недолго ещё, да, совсем ещё, кстати, маленький, да, ребёнок, но уже какой? Вот какая есть обратная связь, куда ребята, кто уже устроился, чем вы, так сказать, отчитываетесь перед возможными родителями, которые спросят? А вот скажите, куда потом мой сын после выпуска пойдёт? Ну, тут дело каждого ребёнка, при этом мы ведём большую, достаточно профориентационную работу, и в 10 класс дети у нас поступают по экзаменам в профильные классы по отбору. Они сдают 4 экзамена в зависимости от профиля, выбранного ребёнком. Зачастую дети, которые идут в 10-11 класс, они уже понимают, куда они будут поступать, потому что смысл тогда идти и учиться 2 года, если нет понимания, конечно, никакого. По качеству обучения, я думаю, что здесь, во-первых, важно, что все дети, которые поступили у нас за 2 наших первых выпуска, они, в принципе, поступили в университет, и нет ни одного ребёнка, который бы остался, так сказать, за бортом. И второй показатель – это результаты ЕГЭ. У нас достаточно высокие результаты в этом году. Есть 100-бальники, которые успешно сдали единый государственный экзамен, и из 24-х выпускников прошлого года 6 выпускников – это медалисты, с подтвердившей золотой медалью, которые сдали ЕГЭ больше 70 баллов по всем предметам. Программа завершается, поэтому очень простой вопрос, тем более, что вот это объединение и выстраивание этой горизонтали, как у нас принято говорить, хотя в данном случае это может быть и вертикаль для ребят, когда они начинают с игрушек, а заканчивают уже серьёзными, вполне себе жизненными проектами. Саня, что бы вы пожелали тем людям, которые сейчас смотрят, слушают и думают, мне в простую школу идти или рискнуть по такой вот схеме поработать? Чем она, как вам кажется, лучше, чем обычная? Детский садик, школа, ну и повезёт в УЗ. Чем лучше ваша система? Мы просто лучше. Вот видите, вот как это вот правильно. Я прямо вижу, как собрались все. Мы просто лучше. Саня, сейчас вы. Тут я всегда говорю, что я желаю родителям всегда найти ту школу, которая больше всего подходит их ребёнку, и школы разные, разные профили в школах. Если говорить про начальную школу и детский сад, то программа, она общая, и здесь нет никаких ещё узких направлений углённого изучения. А вот с точки зрения дальнейшего развития ребёнка, нужно смотреть именно, к чему ребёнок больше тянется, какие навыки у него развиваются, и в связи с этим уже... Угадать. Угадать. Иногда, иногда угадать. Спасибо огромное. Александр Александрович Игнатьев, директор инженерно-технологического лицея, Ислана Викторовна Скороходова, руководитель дошкольного отделения инженерно-технологического лицея. Надеюсь, что после нашей программы отбоя у вас не будет от желающих, хотя бы в следующем сезоне как-то к вам попасть. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»